Грабежи, налеты, преступления, террор и беззаконие. Вот с чем пришлось столкнуться ни в чем не повинным гражданам. В связи с этим Россия просто не может оставаться в стороне. Именно поэтому сегодня в общественной палате прошло слушание по вопросу сложившейся общественной ситуации на территории Украины. Уже больше трех месяцев ситуация, начавшаяся на Майдане, не дает покоя новостным порталам всего мира. Бунты и протесты сейчас превратились в настоящую войну. Кровопролитие на улицах и свержение правительства напоминают времена фашизма. Люди, живущие на территории Украины, находятся в страхе и просят о помощи. Россия откликнулась на призыв. Все проблемы и возможные решения ситуации обсуждали в общественной палате. Нынешние киевские власти фактически препятствуют расследованию и изучению этой проблемы и, по сути дела, усугубляют эту проблему. На слушании присутствовали представители Министерства регионального развития Российской Федерации, приглашенные эксперты, представители украинских землянчеств и члены общественной палаты. Ситуация во многих городах Украины ухудшилась. Более 2000 обращений о помощи и предоставлении убежища украинским гражданам отправлено к российским властям. Но как помочь, если въезд гражданам Российской Федерации от 16 до 60 лет запрещен? Эксперты сошлись во мнении, что на Украине все признаки гуманитарной катастрофы. Ситуация очень сложная и киевские власти сейчас в этом отношении проявляют абсолютную глухоту. И надо сказать, что некоторые западные их партнеры потворствуют этому, стараясь не замечать фактов нарушения прав людей на Украине или переводя их в какие-то совершенно другие категории. Было обсуждено предложение о формировании групп независимых экспертов, в том числе из состава Украины. Главной темой всего слушания стало ущемление прав человека. На всей территории Украины запрещены российские телеканалы. Специально организована кампания на разжигание войны. Судебные слушания проводятся на украинском языке. Нарушаются десятки международных конвенций. Вводится платное образование и только на украинском языке. Также скоро в силу вступит закон о непредоставлении защиты гражданам Российской Федерации, находящимся на территории Украины. Помимо прочего, действует неонацистская программа. Идет набор воинов для священно-расовой войны. Экспертное интервью наши сотрудники делали прямо на Майдане. Я туда тоже выезжал. То есть мы знаем, что и как происходило с разных сторон. И дословно у нас более 150 свидетельств. Вот здесь раздали частично это фрагменты доклада. Здесь большая есть глава о тактике боевиков, вооружении, о ранениях правоохранительных органов. Эти ранения, сотни ранений, в том числе огнестрельных, проходили еще до ситуации со снайперами. Участники отметили, что люди, организовавшие переворот в Киеве, выбрали курс на игнорирование мнений жителей и антиконституционный порядок. Задействованное вооруженное формирование организовано незаконно. На слушании были предложены рецепты выхода из внутриполитического кризиса. Необходимо воздержаться от любых силовых и провокационных действий, провести конституционный процесс. Также были предложены способы оказания помощи. Направить своих представителей в самые горячие точки Украины. Создать общую сеть связи. Организовать мониторинг хода Женевских соглашений и мониторинг нарушений прав человека. Эксперты согласились, что без этих и других изменений ситуация на Украине может повториться и в других странах. А это недопустимо. Вы знаете, во-первых, что в лице об итогах, мы парализировали только ряд случаев нарушения конкретных фактов, грубого нарушения прав человека в Украине. Ряда конвенций, декларации о правах человека в ООН. Десятки случаев, на самом деле их сотни и тысячи. Мы просто сегодня у нас были из Харькова общение с Брянском, с Киевом. Самое главное, что мы в настоящее время успешно создаем сеть из экспертов, из правозащитных организаций, в том числе в Украине. Активно работаем мы с правозащитными организациями. Есть идея составлять списки украинских чиновников, кто виновен в нарушении прав человека, кто отдавал переказ о переменении военной силы против мирных граждан в Украине. И, естественно, украинских неонацистов. Я думаю, что необходимо их судить и общественным трибуналом, и направлять материалы по ним в компетентные и международные организации. Возможно, в России возбуждать уголовные дела нашим следственным комитетом. То есть надо очень жесткая по всем фронтам борьба за права человека в Украине. И в наших российских инстанциях, в судебных инстанциях, и в международных инстанциях обязательно с подключением СМИ. Я думаю, что результатом нашей работы будет такой большой доклад о массовых нарушениях прав человека в Украине, который мы направим в ООН, в Совет Европы, в Евросоюз, чтобы люди знали правду. И чтобы было реально объективное освещение в СМИ тех фактов грубых нарушений прав человека и массовых в Украине. Украинский кризис – это еще один шаг по навязыванию западной политики, зачистка пространства вокруг России, чтобы потом добраться и до нее. По окончанию слушания пришли к выводу, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине, одного механизма народной дипломатии недостаточно. Необходимо привлекать международные институты по правам человека в рамках международного сообщества.